Но откуда у телеведущей взялись в погоны аж генерал-майора? У меня не было ни отпуска, ни справки с его. Моя жена не получает денег, так как доверенность генеральному не обещали сделать в полку 14-30. Мне так ничего и не сделали. Меня бросили. Можно сложить очень неплохое представление о том, как живет генеральская семейка. Модные показы, тусовки, заграничные путешествия и развлечения. Друзья, всем привет из новенького Гончаренко-центра в Днепре. Теперь и в Днепре есть Гончаренко-центр. Приходите сюда обязательно, но поговорим мы сейчас с вами о другом. Мы поговорим о московских болотах. Не самая приятная тема в прекрасном городе на Днепре. В Днепре на Днепре. Но нужно поговорить, есть что рассказать и показать вам. И очень важно, чтобы вы помогли, чтобы другие люди увидели это. Потому что история, знаете, там, ну и коррупция, конечно, и российская Минобороны вроде банальна. Но совсем не банальна. Тут речь пойдет и о свингер-парах. Да, российская Минобороны, Шойгу и свингер-пары. Сумасшествие. Сейчас вы это все увидите и оцените. Не забудьте подписаться на канал прямо под описанием к видео. Кнопка, если она у вас черная, значит, вы еще не подписаны. Нажмите на нее, чтобы она стала белая. Есть. Рядом кнопка лайк. Ну, такие видео, как я для вас готовлю, но пропускать нельзя. И нужно, чтобы другие люди их увидели. Поэтому обязательно нажмите на эту кнопку тоже. Ну и пишите в комментариях, что вы думаете об этом свинге в Министерстве обороны России. Итак, тут вышло интересное очень расследование о такой себе Марии Китаевой. Кто это такая? Ну, это гражданская жена. Ну, сейчас вы узнаете. Там уже Юрия Садовенко, заместителя Шойгу. Но уже не одного заместителя. А уже двоих. И одновременно и Тимура Иванова. Как такое может быть? Ну, сейчас вы его всему знаете. Но это еще и, друзья, не просто там какая-то гражданская жена. Это еще и генеральша. Да, Мария Китаева. Такая просто была журналистка. И просто была ведущей на «Служу России» телеканал «Звезда Россия-24». Но потом взяла интервью у Шойгу, еще такого молодого. И понеслась ее карьера просто алюром. Даже бы сказала голопом. Посмотрите. Марии известна как телеведущая. Она вела передачу «Служу России» на телеканале «Звезда». И потом работала на «России-24». Настроение продавать так же было и у европейских инвесторов. Не помогла даже опубликованная макроэкономическая статистика. Но откуда у телеведущей взялись погоны аж генерал-майора? Прекрасный вопрос. Молодая корреспондентка так впечатлила тогда только что назначенного губернатора Московской области Шойгу, что он пригласил ее работать к себе. Советницей по информационным технологиям. Она занималась мониторингом СМИ, соцсетей. В пресс-службе такое работало, по сути. Как вы помните, Шойгу на посту губернатора задержался недолго. И через 7 месяцев, в ноябре 2012 года, он стал министром обороны. В 2014 году указом Путина ей был присвоен ранг действительного государственного советника третьего класса. Он приравнен к званию генерал-майора. На погонах у нее две огромные звезды. Марии на тот момент только-только исполнилось 30 лет. В общем, Мария Китаева генеральша. В 30 лет она становится генералом с указом Путина. Уже она, значит, забрала ее Шойгу в Минобороны. Но, друзья, история в том, что не Шойгу и не Кужугетовичу, и его каким-то слабостям обязана она своей карьерой. А есть у Шойгу такой Юрий Садовенко. Его заместитель, вот такой преданный Санчо Пансо, оруженосец, адъютант с середины 90-х, который теперь, правильно, заместитель министра обороны России. В 2020 году издание Медиазона писало, что они путем сопоставления деклараций вычислили, кто может быть отцом детей Китаевой. И это заместитель министра обороны Юрий Садовенко. Подтверждаем, это так. У трех ее детей под документом фамилии Садовенко. Браг они не регистрировали. Китаева и Садовенко познакомились, когда она была журналисткой и брала интервью у Шойгу. Сам Садовенко с Шойгу работает аж с середины 90-х годов, почти 30 лет. Вот совсем архивные снимки тогда главы МЧС и за его спиной именно он, Садовенко. Ходит как тень, видимо, охранник или адъютант какой-то, точно непонятно. В личных беседах Садовенко называет Шойгу вторым отцом. В общем, гражданская жена Садовенко, трое детей. Кстати, история про одни из ее родов интересная. Она, когда она была беременна дочкой, она была в Италии. Ну, где же еще быть всем этим? Вы сейчас узнаете, она любит вообще-то Италию. Часто там бывает, вот была тоже в Италии. И там пошли какие-то медицинские проблемы, ее госпитализировали. А потом все-таки решили перевезти в Москву. Ну, это же все-таки, знаете, это же не простой там какой-то мобик, чмобик, жена. Это Садовенко, пусть и гражданская. Но супруга и мать его детей. В общем, нужен им был частный самолет. Частным отдельным самолетом ее нужно было везти. Ну, как иначе. Искал этот самолет тогда Садовенко и Тимур Иванов. Это имя вы еще услышите. Это еще один зам Шойгу. И впереди пикантные подробности, что называется. Но тут интересно другое. А кто же оплатил этот самолет? Па-па-па-па-па. Евгений Пригожин. Не больше, не меньше. Посмотрите. В июле 16-го года Мария Китаева была, естественно, в форте Деймарме. Тут без сюрпризов. Мария была беременна своей второй дочерью на седьмом месяце. И у нее что-то не залазило со здоровьем, и появился риск преждевременных родов. Ее отвезли в итальянскую больницу, но быстро решили, что все-таки надо перевозить в Москву. Не знаю, может быть, не захотели, чтобы замминистра обороны ребенок рождался в Италии. Ведь это же все уже после аннексии Крыма было, после сбитого Боинга. Садовенко даже не выездной, скорее всего, был. Так вот, везти Марию в Москву нужно было частным медицинским самолетом. Из письма мы узнаем, что организацией и поиском этого борта занимался сам Садовенко и Крестный. Крестный, судя по фото с Кристиной, это Тимур Иванов. А вот оплатил частный самолет для ребенка заместителем министра обороны и его супруги советницы Шойгу, знаете кто? Евгений Пригожин. Ну, тоже такая трогательная история. Ситуация, правда, опасная. Огромный риск для мамы и ребенка. И тут, считай, Пригожин прямо спас им жизнь, возможно. К вопросу о том, кто у кого в долгу. Ну, история, что называется, заиграла новыми красками. В общем, пока Садовенко под санкциями не выезжает, пока Россия уже воюет против Украины и готовится к новому вторжению, Садовенко и его семья прекрасно себя чувствуют. Мария Китаева ведет гламурный образ жизни. Италия, Куршавель, Дубай, ну, все. В общем, все по классике. В принципе, даже немножко скучно и даже немножко банально. Ну, уж как могут, так и реализуют себя. Правда, отдельно не забывают надевать пилотки на День Победы. Сегодня день ВДВ, там они в фонтанах купаются. Сегодня Мария Китаева в тельняшке будет обязательно. В общем, все по классике этих упырей. Посмотрите сюжет. Далеко ходить не нужно. Есть инстаграм Марии Китаевой, где почти полторы тысячи фотографий, из которых можно сложить очень неплохое представление о том, как живет генеральская семейка. Модные показы, тусовки, заграничные путешествия и развлечения, яхты и гламурные фотосессии. Вот на руке Марии Китаевой красуются часы Бреге за 40 тысяч долларов. Это 3,6 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. Вот роликс за 30 тысяч евро. Вот зимой она катается на сноуборде в Куршевеле. Летом отдыхает на море в Италии. Ну а в межсезонье, конечно же, Дубай. Ну и щепотка патриотизма. Восторги по поводу главного храма вооруженных сил. Это как раз тот, где фуражка Гитлера и мозаика с Путиным. Там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор. Там есть фуражка Гитлера. Тапочки-танки. На дне военно-морского флота они все в костюмах морячек. На день ВДВ в тельняшках Сергей Кириенко. Ну и, конечно же, парад, где своих малолетних детей матушка-генеральша одевает советскую форму и пилотки с цирком и молотом. Ну и, как обещал вам, пикантные подробности. Дальше журналистам попали в руки переписка по организации дня рождения Юрия Садовенко. Масштабно там все запланировали, друзья. Ну, а как иначе, целый зам Шойгу. И посмотрите сюжет, как они готовились. И как там столики, там Герасимов известный. Шойгу и Герасимов. Где снаряды? Странно, что Пригожина там нет в гостях. В общем, посмотрите на это. И обратите внимание, что в конце выступала группа «Поющие дрозды» с участием самого Садовенко и Тимура Иванова, еще одного заместителя Шойгу, то есть коллеги Садовенко. На празднике присутствуют очень высокопоставленные гости. Стол номер один. Юбиляр Садовенко. Китаева. С ними Сергей Шойгу с дочерью Ксенией. Валерий Герасимов. Замминистр Цаликов. И руководитель администрации президента Антон Войно. Как ни крути, но вы в авторитете. Товарищ Цаликов, ей-богу, не шучу. В Минобороне вы за все в ответе. Вы друг в натуре Эдуарда Чу. За столом номер пять. Бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Дюмен, замдиректора ПСО Клеметев. За соседним столом неожиданно 26-летний на тот момент Игорь Чайка. Все по очереди выступают. В перерывах конферансье читает стихи, а Ливон Аганесов аккомпанирует. Как там? Как же, как же. Гвоздем программы объявлен музыкальный номер шоу-бои с группой «Поющие дрозды». Дальше буду цитировать. Группа исполняет популярный репертуар с элементами вызывающих телодвижений и пандомимы. А вот и состав шоу-бои с группой «Поющие дрозды». Хорошо знакомый нам замминистра обороны Тимур Иванов. Его заместитель, глава департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрий Куракин. И заместитель заместителя Даниил Суханов. Куракин, к слову, сейчас сидит в СИЗО, а Суханов в розыске. Оба они проходят фигурантами уголовного дела о мошенничестве с военным имуществом. Ну, похоже, друзья, что пел Тимур Иванов-то намного лучше. И Мария Китаева уходит от Садовенко к Тимуру Иванову. Про Тимура Иванова я тоже делал видео, про его роскошную жизнь его супруги. Оставлю ссылку в описании, можете посмотреть. Тимур Иванов это тот, кто сегодня пилит миллиарды на костях мариупольцев, в разрушенном Мариуполе. И теперь помогает ему в этом Мария Китаева. Ну, вот такой обмен женами произошел в Министерстве обороны. Уж как-то ему это все благословил Кужугетович, не знаю. Видимо, это все вот так вот скрепно, как все в России. Он же все время Путин про семью, про папа номер один. Как он там? Родитель номер один, родитель номер два. Его все волнует. Здесь все по-другому. Такие вот скрепы прямо, вот как они есть. На фоне всего этого, знаете, в принципе, история окончена. Хочу только на фоне этого показать вам другую чуть историю. Тоже Минобороны России, тоже военный. Только уже не министры, не замминистры. Поэтому тут уже не будет Дубая, Флодок, Форта и Деймары, как они там называются, Куршавелли. Тут будет просто смерть в говне, в грязи, в Украине. Мобика Раевского, который 81-го года рождения. Который там его выкинули куда-то, перевезли, как скотина и обращались. И он решил записать видео и рассказать об этом, о том, как его жена не получает деньги. Наверное, на Куршавелли там тоже не хватает. Вот. И видео он это записал. Вот, посмотрите на это видео. Здравствуйте. Я Раевский Станислав Сергеевич. Личный номер МТ-80-2408. Мобилизованный. Прохожу военную службу в полку 14-30. В полку 14-30, в общем, 18-го мая меня отвезли на ИК, с полка 14-3, 18-го мая меня отвезли на ИК-15, это город Перевальск. Там пробыл я 10 суток. Меня ничем не отвезли, ничем не мотивирует. То есть собрали вещи и отвезли. Сейчас я, там мне дали подписать документы, что, якобы, по собственному желанию, я перевожусь в 57-ю бригаду. Это Донецкая область, Кадема. Вчера звонил я в свой полк, пытаюсь взять себе отпуск. За 10 месяцев у меня не было отпуска ни разу. Вот. Здесь мне говорят, что отпускные документы мне должны скинуть мой полк. Но мой полк ничего мне сюда не скидывает. Мне нужна справка участника ИСО, так как я потом не найду концов. Я не доверяю своему полку этому. Мне говорят, что в 57-й бригаде мы тебе можем сделать эту справку, но она будет у тебя недействительной. То есть получается, в этом полку я не числюсь нигде. Ни по каким документам я здесь не прохожу. В 14-30 в полку мне говорят, что они не знают, где я нахожусь. То есть как так, если я прикомандировал сюда, прикомандировал меня историк, позывной историк, без числа. В том полку не знают. Получается, я здесь нелегально нахожусь. Меня нелегально отвезли, нелегально бросили. Помогите в этом разобраться. Я никакой не отказник. Я нормальный. То есть нормальный мужик. Но у меня не было ни отпуска, ни справки с его. Моя жена не получает денег, так как доверенность генеральному не обещали сделать в полку 14-30. Мне так ничего и не сделали. Меня бросили. Да, ну и сразу после этого видео Раевский погиб. Все, нет больше Раевского. Нет больше Мобика Раевского. А Тимур Иванов, а Садовенко, а Мария Китаева, генеральша, Кужугетович, они есть. У них все хорошо. Сколько еще у этих упырей будет все хорошо. Друзья, поделитесь этим видео. Важно, чтобы как можно больше людей его увидело. В том числе в самой России, чтобы понимали, за кого они умирают и для чего. На этот вопрос, конечно, ответа нет. А всем еще раз привет из Днепра, из Гончаренко-центра. Новый 27-й Гончаренко-центр запрацовав в месте Днепро. Приходьте, вивчайте безкоштовно английскую мову, украинскую мову. Развивайтеся, идите вперед. Бо мы будем обладать краю, таким покидком, про яких я только что вам рассказал. Места не будет никогда таким, как они. Друзья, тримаем острый. Слава Украине!